Сегодня у нас расклад на ваши отношения с человеком, который у вас есть, любимый человек. Мы посмотрим с вами, будут ли перемены, изменения в ваших отношениях, в вашей личной жизни. И насколько вы должны остаться с этим человеком или всё-таки уйти. И может быть будет другой человек, или стоит продолжать с этим человеком быть. Что вообще ожидать от этого человека, какие у него чувства. Вот это всё мы будем смотреть сейчас. И давайте перемешивать наши карты. Это очень мистическая колода, одна из самых таких мистических колод. Из новых там. Очень хорошая. Если почувствуете, что это ваш расклад, смотрите. Если нет, можно будет смотреть другой расклад, это не возбраняется. Смотрите плейлист гадания на любовь, на отношения. Сейчас мы смотрим именно на вашего любимого человека гадания. Давайте посмотрим, что он чувствует к вам. Вот он любит. Видите, он просто любит. Действительно, у этого человека есть к вам чувства. Он считает, вы ему по сердцу, вы ему по судьбе. Вы друг с другом связаны, повязаны. Вы должны быть вместе. Вот он считает. И, конечно, у него есть чувства. А вот у вас прям двойка мечей, конечно. Вы сомневаетесь сейчас. У вас есть некоторая закрытость от человека на сегодняшний день. И, конечно, у него к вам полностью сердце сейчас открытое, несмотря ни на какие проблемы. А у вас сейчас сердце закрывается. Вы начинаете сомневаться. Но и на некоторые проблемки глазки свои закрываете. И в нем сомневаетесь. В этом человеке. Что он думает? Правосудие. Что вы должны быть друг с другом более честные. Более справедливые. И вы должны быть в серьезных отношениях. И мысли у него. Это судьба. Это карма. Это наши отношения должны быть. Они судьбоносные у нас отношения. У вас на мыслях пятнадцатый аркан. Что говорит? Вы думаете, кто-то порчу наводит. Кто-то вредит. Кто-то свои злые промыслы. Нам делает что-то нехорошее. Что-то нам делают. Кто-то вмешался. Или злая сила вмешалась. Вы так считаете? Может, так оно и справедливо. Что человек будет предпринимать? Жреца. Тут действительно есть интрига какая-то. Кто-то правда вмешивается. Человек пока сильно активных действий предпринимать к вам не будет. Но при этом все время будет думать о вас. И копаться, копаться в глубине ваших отношений. Что вы будете предпринимать? Ну, карта показывает Паш Пентаклей, что вы как-то, наоборот, больше общаться с человеком можете, разговаривать в ближайшем будущем, обсуждать проблемы, да? Выходить на открытый диалог и даже сделать для него что-то хорошее. Но вам это приносит боль. Вам это приносит боль, когда вы больше для него делаете, чем он для вас. Что вас сейчас связывает? Какая-то женщина, королева Пентаклей, я бы даже сказала, она не связывает. Она вас не связывает. Она... Мысли о ней вас связывают обоих. Она как раз-таки разъединяет вас. Кто-то вмешивается в отношения явно здесь. Причем так конкретненько вмешивается. Женщина какая-то мутит воду. Хотя человек вас очень сильно любит. Она вот какую-то интригу здесь заводит. И вы чувствуете ее черное влияние. Что по итогу? Ожидание. Семерка Пентаклей. Причем действительно ожидание может увенчаться успехом. Если правда, подождать, потерпеть, подумать хорошо. Но как-то более на конструктивный диалог выходить. Все равно результаты будут. То есть пока отношения не разрываются у вас. Вот в самом ближайшем будущем не разрываются. Будут продолжаться. Но при этом, конечно, как-то вот так тянется резиночка. Тянется. Будут ли перемены? Давайте посмотрим, будут ли перемены здесь. Все пока зависает. Вот знаете, как ради перемен здесь нужно все-таки открыть глаза, чем-то пожертвовать, посмотреть как-то вот иначе, с другой стороны на всю ситуацию. Но будет, да, будет перемена. Причем такая глобальная, кардинальная перемена. Прям новый путь открывается для отношений. Но есть, есть происки врагов. Тут же кто-то будет стараться навредить при этом. Кто-то будет стараться перекрыть отношения, когда увидят, что они у вас улучшаются. Семья у вас, в принципе, хорошая будет с этим человеком все равно. Счастливая. Вы знаете, как-то вот так действительно вам по судьбе этот человек, как двое детишек у вас должно быть. И вот хорошая семья, добрая семья. Знаете, как будто после пурь, после невзгод на небе должна засверкать радуга. То есть все-таки перемены будут. Просто через какие-то прям препятствия будете проходить, чтобы эти перемены между вами наступили. Но будут перемены. Насколько вам стоит остаться или уйти? Ну вот, может быть, карты покажут. Да, двойка мечей вас преследуют, я заметила. Ну, остаться, конечно. Вот знаете как? Нужно выходить, научиться из трудностей, облегчать отношения и стараться сделать все для того, чтобы вы вместе все преодолели. Совместные различные поездки, времяпрепровождение, духом быть ближе друг к другу. Остаться, конечно, здесь карты советуют. Будет ли кто-то за вами ухаживать или как-то составлять альтернативу, чтобы вы были в отношениях с другим человеком, может быть. Если вы женщина, прям какая-то подруга может вас водить куда-нибудь, знакомить, да? Но вы не захотите быть с кем-то другим. Пока не захотите. А если вы мужчина, то же самое, да? Какую-то женщину могут вам там друзья, но вам не захочется с ней быть. То есть здесь видно четко, что вы откажетесь быть с кем-то другим пока, потому что вот вам тот человек, которого вы загадали по сердцу, а не какие-то другие люди. Совсем даже не эти люди, да? Даже если вы начнете с кем-то общаться, пока нет, пока нет. Начнется ли у вас новая жизнь в скором времени? Здесь, знаете, здесь и тот человек, которого вы загадали, тоже должен разрубить черную магию, отказаться от того, чтобы на него воздействовали, перекрыть каналы связи с тем человеком, который на него воздействует магически. Но и вы можете, да, вот обращаться к кому-то, это все чистить, убирать, потому что здесь один маг, сможет справиться с другим, с черным магом. Что ожидать от человека, с которым вы в отношениях? Что от него ожидать? Видите, тройка мечей с судом падает, и с королем жезлов. Утолимые печали называются, возрождение после обид. Человек обязательно, вот вы вместе это все преодолеете, человек обязательно полностью восстановится, реабилитируется и полностью поменяет все между вами, и вот прям утолит ваши печали, вот как говорят, да. То есть сердце ваше перестанет из-за этого человека страдать, душа перестанет страдать, потому что этот человек что-то исправит, исправлять будет, да, захочет что-то исправить. Поэтому я бы сказала, что пока отказываться от этого человека не надо. Видите, прям карты падают, как знак императрицы, что вы очень дороги этому человеку для семьи. Видите, тускусков признаваться будет в любви, будет, наоборот, пытаться вас развеселить, как-то, да, делать что-то для вас хорошее. Здесь есть надежда на исправление, но и вам нужно вот устраивать что-то интересное, что-то милое сердцу, вещи какие-то, да, трогательное что-то делать. Может быть, наряжаться, если вы женщина, да, или мужчина, если устраивать поездки какие-то, да, ну и женщина может устраивать поездки, какие-то, вы знаете, за город, там, или поход куда-то в кафе, в кино. То есть это всё соединяет вас, понимаете, соединяет. Здесь видно, что карты говорят, да, что вы соединитесь обязательно, но вам нужно обоим вот как-то идти на контакт друг с другом, да, вот этими маленькими сюрпризиками. Но видно, что человек будет это делать, будет обязательно это делать. Как себя вам с этим человеком вести? Давайте вот что карты скажут. Как себя с этим человеком вести? Видите? Мирно, спокойно. Мужчина, женщина, между ними мир, да, видите? То есть прям, как я и говорила, нужно налаживать взаимоотношения, тянуться друг к другу, подать руку этому человеку, да, взять, подать руку ему, чтобы всё-таки он как-то понял, что ещё не всё потеряно, что всё хорошо между вами. Подайте ему руку. Есть ли между вами любовь настоящая? Вы о ней даже забыли о своей любви из-за чёрной магии, но она есть, вот она, любовь, влюблённая. Есть, но вы забыли о любви из-за того, что чёрная магия наведена, что вмешатся ваши отношения. Какие чувства вы у этого человека вызываете? Что вы одна команда, тройка Пентаклей, да? Что вы можете возродить всё, что вы по судьбе друг к другу. Что медленно, но верно можно построить вместе что-то очень основательное и хорошее, хорошую семью, хороший дом. И, как говорится, ячейку общества, да? То есть у него это все чувства, у этого человека есть или у неё. Нужны ли вы друг другу? Нужны ли вы друг другу? Конечно, нужны друг другу. Вы проводите друг другу энергии. Вы делаете друг друга лидерами, победителями в жизни. Вы совместно отталкиваете общих врагов. Они у вас общие враги есть. И как им сопротивляться? Не поодиночке же. Нужно объединяться, вместе сопротивляться врагам. Стоит ли продолжать вашу семейную или просто личную жизнь? Конечно, стоит. Конечно, стоит. Причём, я вам знаете, как скажу? Если вы ещё не венчались, вы обвенчаетесь. Ну или как-то по-религиозному брак, да, сделаете церемонию. Если вы уже церемонию по-религиозному делали, то никакая женщина не сможет вам разорвать отношения. Вам нужно не только официально заключить брак, союз, а ещё по-религиозному сделать обряд. Это очень хороший обряд. Он действительно объединяет души. И вы тогда уже навсегда будете соединены вместе. И вместе многого добьётесь. Понимаете? Но нужно всё-таки ориентироваться на то, чтобы тянуться друг к другу, подавать руку, а не, извините, мочить друг друга, затаптывать вниз, задавливать. Приподнимать надо, приподнимать. И говорить хорошие слова друг к другу. Научиться это делать. Конечно, многие сейчас застревают в негативных эмоциях, но нужно всё-таки идти вперёд. Нужно всё-таки развивать отношения и поддерживать дух этих отношений. Ну вот такой ответ у нас с вами сегодня. Пишите, понравилось, не понравилось, резонировало или нет. Что вы чувствуете? Ощутили ли вы близость с этим раскладом? Какие ситуации стоит ещё рассмотреть в раскладах? Пишите, обязательно советуйте. И до новых встреч! Спасибо за субтитры, а например, и до новых встреч! Продолжение следует...